всем привет ребят позвонил лёша с дашей позвонили сказали что лёха уже приехал с работы а это значит что можно им отвезти поросят курочки выходим сейчас я это сделаю буду их ввести в мешке сейчас подготовлю мешок этих попрошаек покормил но они есть не собираются они ждут вкусняшки а вкусняшек они больше не получат все иди отдыхай это толстуха конечно наелась у пункта какая так как я забираю поросят то им уже нельзя давать вкусняшки пусть у них эти дни не будет аппетита они ничего не будут есть эти две мамаши потому что нужно чтобы у них перегорела вымя потому что если они будут хорошо есть то будет поступать очень много молока и это может быть болезненно для самих свиноматок так что посидят да можно сказать посидят без вкусняшек примерно дней 5 никаких яиц никакой сыворотки одна дробленка и вода все пепа вон кушает просто бутузик такая толстуха да я тебе говорю ты толстуха своих я уже перенес как вы могли видеть в предыдущем ролике остались только лёша и даша вот эти две черноголовых и я сейчас их ему и отвезу подготовил вот мешок мешок такой который немножко драный так что в хозяйстве он больше не пригодится я вообще в мешках вожу зерно ну больше мне этот мешок минут мышки у нас есть по поводу вот по поводу мышей задают вопросы крыс крыс нету с мышами можно сказать никак не борюсь на протяжении лета потому что их очень мало по весне по весне там или зимой тогда я немножко пользовался и мышеловками и вот такими досточками с клеем ну то есть специальные такие досточки для мышей в которые в центр ставишь корм ну какую-нибудь приманку для мышей мыши идя до приманки прилипают к клею и все таким способом ловятся эти ли в эти мышеловки одноразовые и еще покупал клей клей специальный тоже для мышей он мажется на доски такими полосками мышки тоже к нему прилипают и все а вот сейчас а вот сейчас уже ноябрь месяц начался и мышей я можно сказать вообще не вижу ну может одна где-то пробежит они мне никак не мешают то есть я никак сейчас от них не избавляюсь так что пока все с этим спокойненько все вот так закрываю дверь и ловлю этих нет никаких яиц попрошайки никаких нет вчера мне вчера мне написали что я папе не дал яйца но я думаю что папа не обидится и те кто смотрел внимательно видели что в отсеке в котором ела папа не было корма когда я разбил яйцо посредине то я корм передвинул сюда и папа тоже с удовольствием поела корма с яйцом но на самом деле она уже поправилась ей ничего не надо одна дробленка мне кажется от того что она поправилась у него немножко выровнялась спина конечно не скажу что она прям супер ровная но все равно вот так все они сейчас будут выходить там закрыто там закрыть да можете идти погулять да я буду ловить ваших парцетов да 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 буду ловить защитница видите как мама реагирует на поросят если бы это были большие свиноматки они бы меня сожрали а манюсенькие просто покричали все все девки все они вам не нужны вот малышей упаковал в мешочек потому что если их не садить мешочек то они от меня убегут и ты разнервничалась маму тебя еще нет деток ты ждешь вот так эти эти обормоты сегодня туннель не рыли не доели вот так вроде в охоту никто не приходит буду надеяться что они погуляли такую же посадились на ночлег гуси еще гуляют все последнее время происходит ночью ребят ну так получается я целый день в городе меня нету я управляюсь ночью потому что день короткий в пять часов уже глухая темнота ничего не видно так что вот так гуси гуляют все на месте жара невыносимая я дел под кофту рубашку и хожу просто варюсь нужно бы снять но я уже не хочу я уже хочу до управляться и скорее поехать домой сейчас отвезем вот так все все на мои ласточки вот это ребят моя машина которая кстати оформлена не на меня мы когда когда поехали ее покупать эту машину здесь то я забыл паспорт и мы ее оформили на ну доверенность написали сейчас конечно в нашей стране доверенность на машину не сильно важна тем более на вот такие старые машины то есть она оформлена была не на меня так что у меня вообще нет машины никакой вот пацки едем ну я думаю вы знаете где живет лёша и даша буквально в 30 30 в 30 секундах от меня если ехать на машине ну и они меня там должны ждать лёша и даша это наши друзья кстати спрашивали сколько мы с ними дружим я вам так точно и не скажу знаю что мы дружили несколько лет кто их ну до того как у них появился мирошка а мирону уже исполнилось три года то есть как минимум как минимум пять лет мы дружим я не знаю вообще когда когда это произошло вот не могу вспомнить честно вот спрашивали и ну не знаю но лет шесть вот лет шесть больше не дружим у них восемь лет уже они живут в браке а на свадьбе мы у них не были мы тогда с ними не дружили как-то так не знаю даже как мы начали общаться то есть мы общались с одними людьми которые ну с пацанами с девчаток которые с ними дружили и в том как мы собрались в одну компанию вот так вон они уже выглядят ждут дверь закрыл ну все все подъезжаем машины нету все все детки не кричим вон он выглядит вот так лёша и даша купили у меня поросят а нет это не лёха купили у меня поросята со скидкой давно а ты кого выглядываешь никого просто гулять ну вот тех поросят от ппп а сейчас вот этих тоже посадят посадят к ним ну конечно да я знаю я ж был у них я звонил так что вот так сейчас мы будем в окошко стучать сидят поздороваться ждут ну вот так продолжение этого ролика уже смотрите у них на канале ссылку я оставлю в описании где ты там сейчас он тоже он начнет снимать и продолжение ролика вы сможете увидеть у него на канале а вот и лёшка всем привет да сейчас я просто хочу заснять как выглядят эти как как тебе за ними следили кто я не знаю и еще хочу добавить что этих поросят они у меня не покупают мы с ним с ними поменяемся на два гуся у них гуси были ну то есть ходили на ходили на речку и они крупнее чем мои потому что птица водоплавающая на воде вот они растет лучше и я вот именно с этого с этих гусей выберу себе два гуся кто меня там толкают рыжик вот рыжик выберу с этих себе двоих гусаков скорее всего или завтра или послезавтра как получится завтра еще будний день поэтому я в городе если получится днем прийти по выбирать именно два гуся а своих оставлю гусынь ну я вот смотрю что вот 4566 прям крупных гусаков прям хороших приду выберу ты знаешь кто из них мартын до цветом немножко другой да все белых гусей которые помоложе они продали и завтра когда приеду завтра когда приеду а не видно не видно а завтра когда приеду проверю проверю кто из этих серых гусь а кто гусенька он хочет оставлять но вот две точно гусенька если два гусака то одного уберешь да будет густой гусеньки гусь он хочет серых себе ставить на племя это как раз те гуси которых я им покупал на рынке я не помню снимал вроде ролик или нет но это тоже у меня есть на канале ну все давай сейчас высадим поросят вот таких красавчиков что-то на это уже твои ты видел как и а ну вообще-то ты же приходил заказывал ну конечно я своих тоже посадил в кучу все нормально ну да таких же как и ты ну я считаю я знаю что они немножко там потолкаются но это точно могут быть там какие-то такие небольшие до царапинки с боков но это не страшно они в будке или за будкой а как лёха молодец продумал смотри отодвинул будку от края давай отодвинул будку от края чтобы чтобы угол у них был свободный если вдруг те их не пустят в будку то они то они будут вот там под лампой за будкой жить вот как кабанчик вот этот крупнее с пятном на спине а свинка немножко помельче кабанчик кастрированный а зачем тебе ну типа ой 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 страшно детка ой ну все ребят а продолжение уже смотрите у лёши с дашей на канале ссылка ссылка будет под видео всем пока 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 пока